Девушки отдыхают А раз вы что-то нарушили? Вы нарушили? Да ладно. Это что, вы? Господи, ты что, меня слышал? Это вы! Точно! Это что? Это тот, что я тебе рассказывал. Это он! Я вас познавал. Вы играли в сериале «Менты» в сериале. Дукалис, точно! Ты что, баран? Какий Дукалис? Эта людина набагато крутиша за твоего Дукалиса. Это же вы в паспортном столе, в четырнадцатом окошке. Олег Борисович. Да, совершенно верно. А мы знакомы? Я его загранпаспорт оформлял. А, и как пользуетесь? Уже в полмира объездили. Вы мне его не выдали. А я два месяца собирал документы. Потом три месяца еще перезбирал. Потом полгода ждал. Потом пришел. А ты мне помнишь, что сказал? Ты кто? Я понял. Давайте, знаете что, я сейчас перезвоню. И вам паспорт прямо сюда привезут, да? Не-не-не-не-не-не-не. Я цією мити чекал три роки. Приготовьте документы и автомобиль к досмотру! Пожалуйста. Все в порядке у меня. Ты видишь? Что? Фотография ж неправильна. А, да, неправильна фотография у вас. Неправильна фотография у вас. Так как неправильна, мне их в МРЭО выдали. А то и что ж в МРЭО? А мне выдали справку номер семнадцать в пятнадцатом кабинете. А воно потом оказалось неправильна. Так что все, права мы конфискуем. Так, аптечка имеется? Конечно, имеется. А витамин С в этой аптечке есть? Слушайте, зачем мне в аптечке витамин С? А мне зачем справка про то, что мой прадед покинный никогда не был судимый и никогда не был за кордоном, а? Так, я понял. Давайте я сейчас перезвоню и вам обоим привезут прямо сюда паспорта дипломатические, да? Крыто. Да? Щас, а? Нет? Нет. Не надо. Хорошо. И по сто долларов каждому сверху. М? Не согласен. Ты эти деньги за полчаса зарабатываешь. Зависто баксер на дороге не валяется. Я от этой митой ждал три года. Итак, финальный номер нашей программы – конфискация автомобиля. Господи, какой кайф! Вау! Я такого давно не отчувал. Я навіть закурю після цього. Подождите, какая конфискация? За что? За что? А вы поки сюди подъезжали, вы десять правил дорожного руху нарушили. Какие десять правил? Тут даже знака ни одного нету. Ну и что? Поки він тебе буде оформлювати, я их схопаю. Не може. Можу. Ну что, и на сколько конфискация? День-два? Три роки. Паспорт я ждал. Три роки. Ось и конфискация на три роки. Подождите, а как я сейчас до города доберусь? А как ты мне сказал кордон перетинати? Пишки. Ось и ты давай через лес. Пишки. Так что включи на базу. До свидания. И не ганяйте там через лес. У леса також наши. Ось это кайф. Я такого кайфу даже першу брать в ту ночь не почувствовал. Ладно, ты кайфуешь, а мне что с того? Он пока эту машину будет собирать по всему инстанции, где-то три года пройдет. Так что на, тебе есть три года. Давай, давай. Привет, братики, работники, так сказать, ключа и домкрата. Ничего себе! Откуда мы такие слова знаем? Не, ну так я на секундочку на прошлой неделе юбилей отметила на трассе. Ага, 10 лет, так сказать, отслужила. Ну, и что вы думаете, а что одно колесо шо ли бортануло? Знаете, сколько их там было? Ой! А к нам что пришла? Ну, мы с тобой видимся только, когда зарплату получаем. Короче, такое произошло. В общем, я вчера с клиентом это самое, ну, вы поняли, да? И, это, спину мою как захлинило, а я что вроде бы и в этой позе-то могу... Понятно, понятно. Производственная травма. Тебе шо, на яму загнать? Да не! Знаете, я так подумала, шо раз такое случилось, значит, спортсмену не хватает тренировок. Тренер нужен? Так я готов. Так, готов он, смотри. Да не тренер, мне нужен тренажер. А, тебе машина нужна? Ну да. Чё? Так сказать, хочу потренироваться, чтобы это самое, ну, здоровочку не терять. Ну, вы поняли. Только учти, тренажер у нас платный, и оплата почасовая. Да, хорошо, вам это самое, наликом или карточкой? Наликом. Хорошо. А может, бахтах? Наликом. Да, как тавенький мой. Так шо, я это? Занимайтесь. Ага. Тренажер в вашем распоряжении. Не подглядывай, ну, жри давай. А мне кусок в горло не лезет, она там так орёт, как будто ей помощь надо. Ой, да. Долго тебе там ещё? Ой, я штука 10 минут, как тренируюсь. 10 минут? Я чё, два раза покурить не вышел? Ай, я тоже, ой. Так, короче, мы тебе возвращаем деньги, давай остальные 50 минут по бартеру. Ой. Фу. Фу. Ну, пацаны, по бартеру, так по бартеру. Так, ребят, значит, по бартеру. Ты распортируешь колесо, а ты мне с мотором поможешь. Так ты там это, того, а мы тут про тебя такого подумали. Чё, да всё вы правильно подумали, я же это самое. Просто, понимаете, иногда клиент просит, чтоб с ним, а иногда чтоб с машины, ну, вы поняли. Правда, за машину больше платят. Вы что, поможете? С радостью, коллега. Ага. Никакая она мне не коллега. Вы, стыплый. Встал и быстренько дал мне ключ до 18. Так. Так. Попробуем. Чем могу помочь? У нас претензия. Да. Мы требуем компенсацию за испорченный товар. Да. Какой испорченный товар? У нас тут практически ничего просроченного нет. Да? Да. А вот это вы видите? Сколько там полосочек? Две. Вот именно, две. А значит, ваш товар испорчен? Да. А вам не кажется, что та девушка, которая сдавала этот тест, просто беременна? Да. А если вы узнаете, что эта девушка, это я? Да. А зачем вы тогда это, того? Господи, ну что ж тут непонятного? Нам с Михайловичем стало скучно. Да. Вот я на него и пописал. В смысле, на него. Да. А там две полосочки. Да. Вы что ж хотите сказать, что я беременный? Знаете что, возможно, это произошло, потому что вы купили дешевый тест. Давайте я просто поменяю на более дорогой. Не надо. Не надо нам менять. Нам нужна компенсация. Да. Реальные деньги. Знаете что, а может вы реально того? Что значит того? Вы что хотите сказать, что мы с Михайловичем, это полный бред, да? Нет. Короче, я не помню. Мы вчера планировали поехать к бабам. Планировали? Взяли маленькую. Взяли. Выпили. И дальше я ничего не помню. Но к бабам мы не поехали. Что значит не поехали? Это что хочешь сказать? И, ну, вспомнил, вспомнил. Бабы к нам приехали. А, слыхали? Бабы к нам приехали. Да. То есть это они, значит? Шарлок. Ну? Ладно. Мы просим прощения. Нам нужна компенсация. Дайте тогда нам две птулочки у боярышника, чтобы это событие, так сказать, отметить. Так, знаете, шелкашня, идите отсюда, а то полицию вызову. Да в какую? Тихо, 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 ладно, идем отсюда, идем. Ты, видишь, от бабы одни проблемы. Идите, идите. Идем к Максиму Максимовичу на третий этаж, зайдем, он все поймет. Виктория Сергеевна, что случилось? Что за шум? Две полоски. Да не у меня. Проходите. Вот наш товар. Ну, вроде ничего. Красивая. Ага. Ну, а пробег у нее, так сказать, большой? Не поняла. Ну, спрашивают, как часто у нас это самое дело было? Ну, значит, смотрите, сейчас вспомню. Первая брачная ночь, годовщина брачной ночи и позавчера случайно. Ну, восемь минут? Не-не, подожди, а это, а Новый год? Ой, прости, пожалуйста, восемь минут и две секунды. Не, ну, видно, вещь хорошая. Даже обкатку еще не прошла. Это просто, понимаете, мы с женой любим в разных других местах этим заниматься. Любители экстремального секаса, так сказать, да. Ой, экстремал нашелся. То, что ты в гараже чпокаешься со своей таврией или на рыбалке со своей моторной лодкой, то вот ко мне это вообще никакого не имеет отношения. Короче, короче, вы брать будете? Ну, я-то настроен решительно, но надо проверить все. Кровать это дело серьезное. Я-то человек холостой, понимаете? Бывает всякое. Нужно, чтобы она выдерживала напряжение. Понимаете? Хотя вряд ли. Короче, мы готовы к любым проверкам. Давайте, проверяйте. Ну, надо, значит, надо. Вещь-то серьезная. Ну, что скажете? Ну, что сказать. Ну, честно, если, то ходовая не очень. И, по-моему, спидометр подкручен. Так что пять тысяч это дорого. Давайте как-то сбрасывать. Не, ну, что значит сбрасывать? Я не могу сбрасывать. Я сам ее за пять сто брал. Куда же сбрасывать уже? Не, не, не. Ну, не хотите, как хотите. Как говорится, за спрос денег не берут. Да, все хорошо. Спасибо, счастливо. Да, но если надумаете торговаться, звоните. Обязательно, обязательно. Да, все. Да. Счастливо. Ехали. Саша, я тут только что поняла. У нас с тобой ни разу в жизни не было секса. И у него б не получилось ничего, если б я тебя так нормально два года не разогревал. Сейчас, Янчик. Алло. Да, да, продается. Практически новая. Да, 4 900. Ну, там, правда, быльца немножко сломана, да. А так все идеально. Хорошо, все. Так, Яна, готовься. Сейчас какие-то китайцы приедут себе в общагу кровать брать. Так что надо прям показать все, как есть. Ага. Здравствуйте. Добрый день. Чем могу помочь? Представляете, меня публично оскорбили и унизили. Услуги психолога мы не предоставляем. Ну, ты дослушайтесь сначала. Я собрался ехать в Америку. А в этом посольстве сказали, чтобы я им принес выписку из банковского счета. Правильно. Этот документ входит в базовый пакет для предоставления визы. И ничего унизительного в этом нет. Есть. Они мне не в карман. Они мне в душу хотят залезть. Представляете? У вас есть счет в нашем банке? Или вы хотите открыть? Нет у меня счета в вашем банке. И чтобы открыть, вот такого желания сильного тоже у меня нет. Вот в чем проблема. Ну, значит, все-таки надо открывать. Давайте ваши документы. А давайте-таки ваши документы. Что значит мои? Девушка, вы что думаете, что я отдам свои деньги первому встречному? Ну, вы отдаете их не мне, а кладете их в банк. Налоги я тоже плачу государству. Обогатеют конкретные люди. Я поняла. Специально для вас у нас есть отдельные сотрудники. Пожалуйста. Таки добрый день. В чем проблема? О, здравствуйте. Здравствуйте. Проставляете, я имею желание открыть счет в вашем банке. Но мне нужна гарантия, что все нормально. В таком случае, держите, вот. Что это такое? Это справочка о том, что я лично имею счет в этом банке. Ничем эта справочка может мне помочь. Бумажка вам ничем не поможет. Но вы посмотрите на меня. Вы видите у меня под глазами мешки. Ну, допустим, нет еще. Это значит, что я сплю спокойно, а не переживаю за свои денежки. Ой, обмануть вы могли кого угодно, но только не меня. Я же понимаю, что вы устроились в этот банк специально, чтобы быть ближе к вашим деньгам. А вы такие умные человека. И специально для таких уважаемых клиентов у нас есть специальная услуга. Не хотите класть денежки? Не надо. Можете просто купить выписку. Вы хотите, чтобы я у вас купил справочку о том, что в вашем банке у меня лежат деньги? Причем лежат под очень хороший процент. А, другой разговор. Давайте две. Одну отнесу в посольство, вторую покажу другу. Изи пускай завидует, черный зависть. Две будет немножечко дороже, но, я так понимаю, вторая для друга, а для друга вам ничего не жалко. Пусть подавится. Делаем. Оформляется. Гражданочка, да успокойтесь вы, иначе мы вон кабинет снизу затопим. Давайте, говорите, как его зовут. Антон Викторович. Антон Викторович. Возраст какой у Антона Викторовича? Год и восемь. А, так он маленький совсем? А, маленький. А шпили-вили уже было. Что значит шпили-вили? Шпили-вили в год и восемь месяцев? Да, это, между прочим, для собак даже поздно. А, что это собака? Господи, я подумал, что Антошка это ваш сын. Тоже обалдеть больше, чем сын. Он со мной был везде. Он был на Мальдивах, в Греции. Он везде со мной летал. Вы знаете, мы еще так бывало ляжем на кроватку вдвоем, и так трептим друг от друга. Повезло вашему Антончику. Как он выглядел вообще? Сейчас я вам покажу. У меня много селфи с ним. Значит, вот. Видите, как он пришелся к моей груди. Видимо, чувством теряется. А вот, смотрите. А вот мы с ним в спа-салоне. Да, это у нас шоколадное обертывание. Там дальше из водорослей у нас обертывание. А здесь, видите, мы в ванной купаемся вместе. Я, правда, там голенькая. Ну, с кем я буду еще купаться? Ну, так это... Мы же органы. Права порядка. Мы обязаны помогать людям. Да. Ай-яй-яй. 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 Значит так, я назову тебя полкан. Да. Мы сейчас с тобой поедем в груминг. Мы сделаем тебе стрижечку. Мы тебя помоем и купим новую шубку. Ай-яй-яй. Киса, ну, е-мое. Ну, сколько тебя можно ждать? У меня же гелик. Ты же знаешь, сколько расход у меня. Ну, я же два раза заправлялся, ну, киса, ну. Сайка, познакомься. Это полкаша вместо Тоши. Полкаша, да, лапку Бусе? Здоров. Мне, в принципе, пофиг. Полкаша, Тоша. Главное, чтобы ты была довольна. Только давай его отвезем сразу к ветеринару. Кастрируем по-человечески. Чтоб он не обсыкал углы, как твой Тош. Ой, давай. Ты не бойся. Это, это, знаешь, это как комарик укусит. Давай, давай, ты сюда. Давай, давай. 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 Вот, пожалуйста. На краих.